Стихотворение Алексея Константиновича Толстого Там птицы порхают и свищут, А здесь на него любопытно глядит Белуга, глазами моргая, И мелкими искрами мимо бежит. С нитков серебристая стая, Куда он не взглянет, все синяя гладь, Все воду лишь видит доводу, И песни устал он на гуслях играть, Царю водяному в угоду, А царь, улыбаясь, ему говорит, Садко, мое милое чадо, Поведай, зачем так печален твой вид? Скажи мне, чего тебе надо? Куть я ли шафраном моя невкусна, Блины с имбирем не жирны ли? Аль в чем неприветна царица жена? Аль дочери чем досадили? Смотри, как алмазы Здесь ярко горят, Как много здесь яхонтов алых, Сокровищ ты столько Нашел бы навряд В хваленных Софийских подвалах. Ты гой, Иси, царь-государь водяной, Морское пресветлое чудо, Я много доволен Твоей женой, И мне от царевин не худо, Вкусные кутья И блины с имбирем, Одно, государь, мне обидно, Куда не посмотришь, Все мокро кругом, Сухого местечка не видно, Что пользы мне в том, Что сокровищ полны Подводные эти хоромы, Увидеть бы мне Хотя б зелень сосны, Прилечь хоть на ворох соломы, Богатством своим Ты меня не держи, Все роскоши эти и неги Я отдал б за крик Перепелки воржи, За скрыб новгородской телеги. Давно так не видно Мне божьего дня, Мне запаху здесь только тина, Хоть дегтем повеяло б Раз на меня, Хоть дымом курного вина. Когда же я вспомню, Что этой порой Весна на земле расцветает, И сам уж не знаю, Что станет со мной, За сердце вот так и хватает, Теперь у нас пляски В лесу, в молодом, Забыты и стужа, и слякоть, Когда я подумаю только о том, От грусти мне хочется плакать. Теперь чай и птица, И всякая зверь у нас на земле Веселится сквозь лист прошлогодний, Пробившись, теперь синеет в лесу медуница, Во свежем, в зеленом, В лесу молодом, Березой душистою пахнет, И сердце во мне, Лишь по мыслю о том, С тоски изнывает и чахнет Садко. Моя чада, городишь ты вздор, Земля нестерпима от зною, Я в этом сошлюся на целый мой двор, Всегда он согласен со мною, Мой терем есть море великого пуп, Твой жереби стал быть светел, А ты непонятлив, несведущ и глуп, Я это давно уже заметил, Ты в думе пригоден моей заседать, Твою возвеличу я долю, И сан водяного советника дать, Тебе непременно изволю, Ты гои, если царь-государь водяной, Примного тебе я обязан, Но почесть я не достоин морской, Уж очень к земле я привязан, Бывало, не все там норовилось мне, Не по сердцу было иное, С тех пор же, как я очутился на дне, Мне все стало мило, земное, Припомнился пес мне, И грязен, и хил, В репьях и в сару извалялся, На пир я в ту пору на званный спешил, А он мне под ноги попался, Брезгливо взглянул я его, Отогнал, ногой оттолкнул его гордо, Вот этого пса я б теперь целовал И в темя, и в очи, и в морду. Садко, мое чадо, на кую ты стать, А все вспоминаешь сегодня, Зачем тебе грязного пса целовать? На то мои дочки пригодней, Воистину, чем бы ты им не жених, Я вижу, хоть в ус и не дую, Пошла за тебя бы любая из них, Беришь себе в жену любую, Ты гои, и си царь, государь, Водяной морское присветлое чудо, Боюсь, от брака с такой женой Не вышло б душе моей худо, Не спорю, они у тебя хороши, И цвет их очей изумрудны, Но только колючие они, как ерши, Нам было б сожительство трудно. Я тем не порочу твоих дочерей, Но я бы не то, что любую, А всех их сейчас променял бы, Ей-ей, на первую девку, рябую. Садко, мое чадо, уж очень ты груб, Не нравится речь мне такая, Когда бы твою не ценил я и груб, Ногой тебе дал бы, пинкая. Но печень никак-то сегодня свежо, Веселье в утробе я чую, О свадьбе твоей потолку ему жо, Теперь же сыграй плясовую. Ударил садко по струнам трепака, Сам к черту шлет царскую ласку, А царь, ухмыляясь, уперся в бока, Готовится, дрыгая в пляску. Сперва лишь на месте, Поводит усом, Щетинистой бровью кивает, Но вот запыхтел и надулся, Как сом, Все более его разбирает, Похаживать начал, Плечми шевеля, Подпрыгивать мимо царицы, Да вдруг как пойдет, Выводить вензеля. Так все затряслось, Половицы, Ну, мыслит садко, Я тебя заморю, С досады быстрей он играет, Но, как нечистит, Водяному царю, Все более сил пребывает, Пустился на выверт, Питами месить, Закидывать ногу за ногу, Откуда взялась, Подумаешь, прыть, Глядеть, Инда страшно, Ей-богу, Бояре в испуге ползут окорач, Царица присела аж на пол, Пищат им царевны, А царь себе вскачь, Знай, чешет ногами, А пола, То выпить и грудь, На придворных он прет, То, скорчившись, Пятится боком, Ломает коленца и взад, И вперед, Валяет за гребом и скоком, И все веселей, И привольней ему, Коленца в их Выходит все круче, Темнее становится, Все в тюрему, Над морем сбирают садучи, Но шибче играет садко, Осерча, Жав зубы и брови нахмуря, Он злится, Он дергает струны с плеча, Вверху подымается буря, Вот дальними грянул, Раскатами гром, Сверкнуло в пучинном просторе, И огненным светом Зардела кругом Глубокая празелень моря, Вот крики послышались там высоко, То гибнут пловцы с кораблями, Отчаянией бьет Петернями садко, Царь бешенее Месит ногами. В присядку понес, Его черт ходуном, Он фыркает, Пышет, И дует, Гремит плясовая, Колеблет садом, И море ревет, И бушует, И вот пузыри От подстенья пошли, Садко уже видит Сквозь стены, Разбитые, Ко дну летят корабли, Крутяся средь ила и пены, Он видит, Моряк не один потонул, В нем сердце Исполнилось жале, Он сильной ухваткой За струны рванул, И, лопнув, Они завизжали, Споткнувшись, На месте стал царь водяной, Ногою подъятою болтая, Никак, Подшутил ты, Садко надо мной, Противна мне шутка такая, Ни в пору не вежа, Ты струны порвал, Как раз, Когда я расплясался, Такого колена Никто не видал, Какое я дать собирался, Зачем здоровее Ты струн не припас, Как буду теперь Без музыки, Аль ты, Неумытый, Плясать В сухопляс, Велишь мне царю и владыки, И плесом чешуйным В потылицу царь Хватил его Ярости полной, И вот завертелся, Садко, Как кубарь, И вверх понесли Его волны, Сидит в Новограде Садко не вредим, С ним вящие, Все уличане, На скатерти бранной Шипит перед ним Вино в венецейском стакане, Степенный посадник И тысячи тут, И старых посадников двое, И с ними кончанские Старосты пьют Здоровья Садку круговое, Поведай, Садко, Уходил ты куда? На Чудскую емь Или на балты? Где бросил свои Расшивные суда И без вести где? Пропадал ты! Поет и на гуслях, Играет Садко, Поет про царя Водянова, Как было там жить У него нелегко, И как уж он Пляшет здорово, Поет про поход, Без утайки, Про свой, Какая чему была чередь, Качают в сомнении Все головой, Не могут рассказу Поверить. Средь шумного бала Случайно В тревоге мирской суеты Тебя я увидел, Но тайна Твои покрывала черты, Лишь очи печально глядели, А голос так дивно звучал, Как звон отдаленной свирели, Как море играющий вал, Мне стан твой Понравился тонкий И весь твой задумчивый вид, А смех твой Грустный и звонкий С тех пор в моем сердце Звучит в часы одинокие ноги, Люблю я усталый, Прилечь, Я вижу печальные очи, Я слышу веселую речь, И грустно засыпаю, И в грезах неведомых сплю, Люблю ли тебя, Я не знаю, Но кажется мне, Что люблю. Ты не спрашивай, Не распытывай, Умом и разумом не раскидывай, Как люблю тебя, Почему люблю, И за что люблю, Почему люблю, И надолго ли. Ты не спрашивай, Не распытывай, Что сестра ли ты мне, Молода ли жена, Или детище ты мне, Малая. И не знаю я, И не ведаю, Как назвать, Как прикликать. Много цветиков, В чистом поле, Много звезд горит, По поднебесью, А назвать-то их, Нет умения, Распознать-то их, Нету силушки, Полюбил и тебя, Я не спрашив, Не разгадывал, Не распытывал, Полюбил и тебя, Я махнул рукой, Очертил свою Буйну голову. Стихотворение Алексея Толстого Василий Шибанов Читает Павел Беседин Князь Курбский От царского гнева бежал, С ним Васька Шибанов Стремянный, Да родин был князь, Конь измученный пал, Как быть среди ночи туманной, Но рабскую верность Шибанов храня, Своего отдает воеводе коня, Скачи, князь, Да вражьи восстану, А вось я пешой не отстану. И князь доскакал Под литовским шатром Опальный сидит воевода, Стоят в изумлении литовцы кругом, Без шапок толпятся у входа, Вся к русскому витязю Честь воздает, Недаром девится литовский народ, И ходят их головы кругом, Князь Курбский нам сделался другом. Но князя не радует новая весть, Исполнен он желчьи и злобы, Готовится Курбский царю пересечь Души оскорбленной зазнобы. Что долго в себе я таю и ношу, То все я пространно к царю напишу, Скажу напрямик, без изгиба, За все его ласки спасибо. И пишет боярин всю ночь напролет, Перо его местью дышит, Прочтет, улыбнется, И снова прочтет, И снова без отдыха пишет, И злыми словами язвит он царя. И вот уж, когда залилася заря, Поспела ему на отраду послание, Полное яду. Но кто ж дерзновенные князя слова Отвесть Иоанну возьмется, Кому не люба на плечах голова, Чье сердце в груди не сожмется, Невольно сомнения на князя нашли. Вдруг входит Шибанов, В поту и в пыли, Князь, служба моя не нужна ли? Вишь, наши меня не догнали. И в радости князь посылает раба, Торопит его в нетерпенье, Ты телом здоров, И душа не слаба, А вот и рубли в награжденье. Шибанов в ответ господину, Добро! Тебе здесь нужнее твое серебро, А я передам из-за муки Письмо твое в царские руки. Звон медный несется, Гудит над Москвой, Царь в смирной одежде трезвонит, Зовет ли обратно, Он прежний покой Или совесть навеки хоронит. Но часто и мерно Он в колокол бьет, И звону внимает московский народ, И молится, Полный боязни, Чтоб день миновался без казни. В ответ властелину Гудят терема, Звонит с ним И вяземский лютый, Звонит всея прични Кромешная тьма, И Васька грязной, И малюта, И тут же, Гордяся своею красой, С девичьей улыбкой, Змеиной душой, Любимец звонит Иоаннов, Отверженный Богом, Басманов. Царь кончил, На жезл опираясь, Идет, И с ним всех окольных собрания, Вдруг едет гонец, Раздвигает народ, Над шапкою держит послание, И спрянул с коня, Он поспешно долой К царю Иоанну подходит, Пешой и молвит ему, Не бледнея, От Курбского князя Андрея, И очи царя Загорелися вдруг, Ко мне от злодея лихого, Читайте же, Дияки, Читайте мне вслух Послание от слова до слова, Подай сюда грамоту, Дерзкий гонец, И в ногу Шибанова Острый конец, Жезла своего он вонзает, Налег на костыль И внимает, Царю прославля ему Древле от всех, Не тонущу скверных обильных, Ответствуй, Безумный, Каких ради грех Побил еси добрых и сильных, Ответствуй, Не имель Средь тяжкой войны Бесчет от вердыни Врагов сражены, Не их ли ты мужеством славен, И кто им Быстеверностью равен? Безумный Или мниж Бессмертнее нас В небытную ересь Прилещенный Внимай же Придет возмездие час Писанием нам Предреченный и ас, И же кровь В непрестанных боях Затя, А киводу, Лиях И лиях С тобой Пред судьей Предстану, Так Курбский Писал Иоанну. Шибанов Молчал, Из пронзенной Ноги Кровь Алым Струилась От окон, И царь На спокойное Око Слуги Взирал Испытующим Оком, Стоял Неподвижно, Опричников Вряд Был Мрачен Владыки Загадочный Взгляд Как будто Исполнен Печали И все В ожидании Молчали И молвил Так царь Да, Боярин Твой Прав И нет уж Мне жизни Отрадной Кровь Добрых И сильных Ногами Поправ Я Пес Недостойный И смрадный Гонец Ты Не раб Но Товарищ И друг И Много Знать Верных У Курбского Слуг Что Выдал Тебя За бесценок Ступай Ты же С малютой За стенок Пытают И мучат Гонца Палачи Друг К другу Приходят На смену Товарищей Курбского Ты Уличи Открой Их Собачью Измену И царь Вопрошает Ну Что Ж Гонец Назвал Ли он Вора Друзей Наконец Царь Слово Его Все Едино Он Славит Сво Господина День День Меркнет Приходит Ночная Пора Скрипят У застенка Ворота Заплечные Входят Опять Мастера Опять Зачалась Работа Ну Что Ж Назвал Ли злодея Вгонец Царь Близок Ему Вж Приходит Конец Но Слово Его Все Едино Он Славит Сво Господина О Князь Ты Который Придать Меня Мог За Сладостный Миг Укоризны О Князь Я Молю Да Простит Тебе Бог Измену Твою Предатчизной Услышь Услышь Боже В Предсмертный Мой Час Язык Мой Немеет И Взор Мой Угас Но В сердце Любовь И Прощение Помилуй Мои Прегрешения Услышь Меня Боже В Предсмертный Мой Час Прости Моего Господина Язык Мой Немеет И Взор Мой Угас Но Слово Мое Все Едино За Грозного Божия Царя Я Молюсь За Нашу Святую Великую Русь И Твердо Жду Смерти Желанной Так Умер Шибанов Стремянный Ведьма Птица По Волхову Струги Бегут Расписаны Червленые Волы Плеснут Щиты Плеснут Звенят Мечи Каленые Варяжский Князь Идет Нарать На Новгород Из-за Моря И Алая На Горе Знать Над Волховом Горит Заря Темны Леса В Водах Струясь Пустыны Побережья И Держит Речь Дружине Князь И Турии Рог Хватает Князь Поет Она Как Пьяная И Мертвый Пал Варяжий Князь В струи Реки Багряная Весенний Поливает Идет По солнцу В траве Парень Парень Князь 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 И внезапно стрелка странный холод потряс. В шуме листьев сухих дивный слышит он глаз. Вихрь, конь мой, вставай, я уж боли не пень. Вихрь, конь, торопися, Иванов уж день. И как озеро блеск, и как полымя треск, Между пни и кустов словно уголе в блеск. Что-то ближе спешит, и хрустит, и трещит, И от тысячи ног вся земля дребезжит. Встань, мой конь, я не пень, брось, мой конь, Свою лень, конь, проворней, проворней. В лесу дребедень. Страшен чудный был голос, Конь мертвый вскочил, кто-то прыг на него. Конь копытом забил, Поднялся на дыбы, задрожал, захрапел. И как вихрь сквозь бор Седоком полетел, И за ним между пнев И кустов, и бугров Полетела шумя Стая гладных волков. Долго видел Стрелок, как чудесным огнем, Их мелькали глаза в буерраке лесном, И как далее и далее в чернеющий лес, Их неистовый бег, углубляясь, Исчез, и опять воцарилась Кругом тишина. Мир на сумрачный лес Освещает луна. Растилаясь туман над сырою землей, Под таинственной чащу сокрыл пеленой, И, о виденном диве, мечтая, Стрелок, Дозарив шалаше, просидел одинок, И едва на востоке заря занялась, Слышен топот в лесу, И внимает он глаз. Конь! Недолго уж нам По кустам и буграм Остается бежать, Не догнать нас волкам. И как озеро плеск, И как полымя треск, Между пнев и кустов Словно уголье в блеск, И шумит, и спешит, И хрустит, и трещит, И от тысячи ног Вся земля дребезжит. Конь! Недолго бежать, Нас волкам не догнать, Сладко будешь, мой конь, На траве отдыхать. И, весь пеной покрыт, Конь летит и пыхтит, И за ним по пятам Волчья стая бежит. Вот на хуторе дальнем Петух прокричал, Вихрь конь добежал, Без дыхания упал. Седока не видать, Унилась дребедень, И в тумане по-прежнему Виден лишь пень. У стрелкаш голова Закружилась, И он пал на землю, И слуха, и зрения лишен. И тогда он очнулся, Как полдень уж был, И чернеющий лес Он покинуть спешил. Вновь растворилась дверь На влажное крыльцо. Вновь растворилась дверь На влажное крыльцо. В полуденных лучах Следы недавней стужи Дымятся. Теплый ветер Повеял нам в лицо И морщит на полях Синеющие лужи. Еще трещит камин Отливами огня, Минувший тесный мир зимы, Напоминая, но жаворонок там, Над озимью звеня, Сегодня возвестил, Что жизнь пришла иная, И в воздухе звучат слова, Не знаю чьи, Про счастье и любовь, И юность, И доверие, И громко вторят им Бегущие ручьи, Колебля, Тростника, Желтеющие перья, Пускай же, Как они, По глине и песку, Растаявших снегов, Журча, Уносят воды, Бесследно унесет души Твоей тоску Врачующая власть Воскреснувшей природы. Дракон в те дни, Когда на нас созвездие пса Глядит враждебность Высоты зенита И свод небес, Как тяжесть, А перся на грудь земли, И солнце мглой обвито, Жжет без лучей, И бегают стада, С мычанием, Ища от мук защиты. В те дни любил С друзьями я всегда Собора тени вечную прохладу, Где в самой зной Дышалась без труда, И где нам был Средь отдыха, Отрадой, Разнообразной живописи, Вид и полусвет, Не утомлявшие взгляда. Одна купель Близ входа там стоит, Старинная, Из камня иссечена, Крылатый столб, Чудовищем обвид, Раз. Отдыхом и тенью освеженной, Друзья купель Рассматривали ту, И чудный столб С изгибами дракона, Хвалили все Размеров красоту И мастера Затейную работу, Но я сказал, Я вымыслов не чту. Меня спешит Воятеля забота Такую ложь Передавать резцом, И подтрунить Взяла меня охота. Тут некий муж, Отмеченный рубцом, Да то ли стоявший Молча возле двери, Ко мне со строгим Подошел лицом. Смеешься ты! Художнику не веря, Так он сказал, Но если бы, Как я, Подобного ты в жизни Встретил зверя, Клянусь, Прошла веселость бы твоя, Я ж отвечал, Тебе я не в досаду, Сказал, Что думал, Мысли не тая, Но если впрямь Такого в жизни гада Ты повстречал, То, Коль тебе не в труд, Пожалуй, Нам все расскажи По ряду. И начал он. В Ломбардии Зовут меня Арнольфа, Я из Монс с Иродом, И оружейник был До наших смут. Когда же Совет в Союз Вошел с народом, Из первых я На гибелионов стал, И не одним Горожусь На них походом. Гиберт Такан Стяг вольности Держал, То Кондакьер Был в битвах Знаменитый, Но близ Лугана Раненый Он пал. Враги Наш полк, Преследуя разбитый, Промчались мимо, И с вождем Лишь я Для помощи Остался И защиты. Арнольфа Мне сказал он, Смерть моя Сейчас придет, Тебя ж Надежды Рая Молю, Спеши В Куявану, Пусть друзья Ведут войска, Минуты не теряя, Они врасплох Застанут Вражью Рать И перстень свой В залог Он умирая Мне передал. Я времени Терять Немного мог, Чтобы Исполнить Дело И в помощь Взяв Господню Благодать, А мертвая Плащом Покрывши Тело, Проведать шел, Где отдохнут Враги, И много ли Из наших Уцелело, Шум сечи Смолк, И вороны Круги Над трупами Уже Чертили С криком, Как за собой Услышал я Шаги, То Гвида Был Ко мне С беспечным Ликом, За повод Вел он Сильного Коня, Им взятого Сметенье Том Великом. Учеником Жил прежде У меня, Он в мастерской, И ныне После боя Меня нашел, Любовь ко мне Храня, Когда ж Узнал Послание Какое, Вождем убитым Мне поручено Идти к друзьям, Он вызвался Со мною. Я Преданность Сыня Его Давно Тому Был рад И думал Вместе Оба Вернее Мы Достигнем Цели, Но Когда бы Знал Как близко Нас Ко Гробу Он Подведет Отвагой Молодой Его Любви Я Предпочел Бы Злобу Я Был Верхом Он Следовал Пишой Нерадостен Был Путь И Невеселье Моей Владело Сумрачной Душой В стране Киевянской Не Бывал Доселья Но Гвида Был И Ведомых Путей С ним Избегая В тесное Ущелье Свернули Мы Где Солнечных Лучей Не Пропускали Тени Вековые Навстречу Ж нам Шумя Бежал Ручей Лишь Тут Снял Шлем С усталой Головы И В отдалении Ясно Услыхал Как Колокол Звонил Каве Мария И Тяжело Средь этих Мрачных Скал И Душно Так Как Бы В Свинцовом Скрине Мне Сделалось О Гвида Я Сказал Недоброе Предчувствие Мне Ныне Сжимает Грудь Боюсь Что С пути Собьемся Мы Тут В Каменной Пустыне Маэстро Мне Ответил Он Прости Сюда Свернув Ошибся Немного Иным Ущельем Было Нам Ити И Прежнюю Нам Отыскать Дорогу Пустились Мы Но Видно Взять У нас Рассудок Наш Угодно Было Богу Куда Они Направлялись Каждый Раз Ущелья Мы Казалось Видим Тоже Их Различать Отказывался Глаз Если Я Влюбил Тебя Я Влюбил бы я и закипел бы, все волы свои погнал бы вдруг в рёве буре, свистье урагана, враг узнал бы бога океана. Всюду, всюду б я его сыскал, со степей сорвал бы я курганы, да плеснул волной до синих скал, чтоб добыть тебя, моя циана, если б я был богом океана. Забыл свою веру, забыл свой язык. Крестьян его бедных наёмник гнетёт, он властвует ими один, его не пугают роптания сирот, услышит ли их господин, а если услышит, рукою махнёт, забыли потомки свой доблестный рот. Лишь старый служитель тоской удручён, молодого владителя ждёт и ловит вдали колокольчика звон, и ночью садра привстаёт напрасно. Всё тихо средь мёртвого сна, сквозь окна разбитые смотрит луна, сквозь окна разбитые мир наглядит на древние стены палат. Там в рамах узорчатых чинно висит, напудренных прадедов ряд. Их пыль покрывает, и червь их грызёт, забыли потомки свой доблестный рот. Земля цвела Земля цвела, в лугу весной одетом, Ручей меж трав катился, молчалив. Был тихий час меж сумраком и светом, Был лёгкий сон лесов, поле и нив, Не оглашал их соловей приветом, Природу всю широко осенив, царил покой. Но под безмолвной тенью могучих сил мне чуялось движение. Не шерестя над головой моей, в прозрачный мрак деревья улетали, Сквозной узор их молодых ветвей, как лёгкий дым, Терялся в горы нейдали. Лесной чебер и полевой шалфей Блестя росой в траве благоухали, И думал я, в померкшей глядя сводь, Куда меня так манит и влечёт, Проникнут весь блаженством, был я новым, Исполнен весь неведомых мне сил. Чего в житейском натиске суровом Не смел я ждать, чего я не просил, То свершено одним, казалось, словом, И мнилось мне, что я лечу без крыл, Перехожу под яд природой всею В один порыв, неудержимый с нею. Но трезв был ум, и чужд ему восторг, Надежды я не знал ни опасения, Кто же мощно так от них меня отверг, Кто отрешил от тягости хотенья Со злобой дня души постыдный торг, Стал для меня бессмысла и значения, Для всех тревог бесследно умер я И ожил вновь в сознании бытия. Тут пронеслось, как в листьях, Дуновенье, и как ответ послышалось о мне, Задачи то старинное разрешение, В таинственном ты видишь полусне, То творчество с покоем соглашение, То мысли пыл в душевной тишине. Лови же миг, пока к нему ты чуток, Меж сном и бдением, Краток промежуток. Дорогие друзья, Подписывайтесь на канал, Ставьте лайки, Делитесь, Пишите свои комментарии, Пожелания. Возможно, Озвучим мне ваших произведений. С уважением к вам, Павел Писелин. Змей Тугарин. Над светлым Днепром, Средь могучих бояр, Блистольного Киева-града, Пирует Владимир, С ним молот и стар, И слышен далеко Звон кованых чар. Ой, лада! Ой, ладушки, лада! И молвит Владимир, Что ж нету певцов, Без них мне и пир не отрада. И вот незнакомый из дальних рядов Певец выступает на княжеский зов. Ой, лада! Ой, ладушки, лада! Глаза слов на щели, Растянутый рот, Лицо на лицо не похоже, И выдались скулы Углами вперед. И ахнул от ужаса Русский народ. Ой, рожа! Ой, страшная рожа! И начал он петь На неведомый лад. Владычество смелым награда. Ты, княже, Могуч и казною богат. И помнит лади Твои дальний царь-град. Ой, лада! Ой, ладушки, лада! Но род твой Не вечно судьбою храним. Настанет тяжелое время. Обнимут твой Киев И пламя, и дым. И внуки твои Будут внуком моим Держать золоченное стремя. И вспыхнул Владимир При слове таком В очах загорелась досада. Но вдруг засмеялся. И хохот кругом В рядах прокатился Как по небу гром. Ом, ой, лада! Ой, ладушки, лада! Смеется Владимир И с ним сыновья. Смеется, потупясь, Княгиня. Смеются бояре, Смеются князья, Удалый Попович И старый Илья, И смелый Никитич Добрыня. Певец продолжает. Смешна моя весть И вашему уху обидно. Кто мог бы из вас Оскорбление снесть, Бесценное русским сокровище, Честь, их клятва? Да будет мне стыдно. На веченародном Вершится их суд, Обиды смывает с них поле, Но дни, погодите, И иные придут. И честь, государи, Заменит вам кнут, Овече, каганская воля. Стой! Молвит Илья. Твой хоть голос и чист, Да песня твоя непригожая. Был вор Соловей, Как и ты, голосист, Да я пятериней Приглушил его свист, С тобой не случилось бы тоже. Певец продолжает. И время придет, Уступит наш хан христианам, И снова подымется русский народ, И землю единый Из вас соберет, Но сам же над ней Станет ханом. И в тереме будет Сидеть он своем, Подобен кумиру Средь храма. И будет он спины вам Бить батажьем, А вы ему стукать, Да стукать челом. Ой, срама! Ой, горького срама! Стой! Молвит Попович, Хоть дюжий твой рост. Но слушай, Поганая рожа Зашла раз корова К отцу на погост, Махнул я ее Через крышу за хвост. Тебе не было б того же, Но тот продолжает. Оскабивши пасть, Обычай вы Наш переймете. На честь вы Поруху научитесь Класть. И вот, Наглотавшись Татарщины В сласть, Вы Русью ее Назовете. И С честной Поссоритесь вы Стариной И предком Великим Насором. Не слушая Голоса крови родной, Вы скажете, Станем к варягам Спиной, Лицом Повернемся К обдорам. Стой, Молвит Поднявшись Добрыня, Не смей Пророчить Такого Нам горя. Тебя я узнал Из негодных Речей. Ты Старый Тугарин, Поганый Тот Змей, Приплывший От черного моря. На крыльях Бумажных Ночной Упорой Ты часто Вкруг Киева Града Летал И шипел, Но тебя Не впервой Попочью я Каленой Стрелой. Ой, Лада, Ой, Ладушки, Лада. И начал Добрыня Натягивать Лук. И вот На потеху Народу. Струны Богатырской Послышавши Звук, Возьмея Певец Перекинулся Вдруг И Шипом Бросается В воду. Тьфу, Гадина, Молвил Владимир И нос, Зажал От Несносного Смрада, Чего Уж Он В Скаредной Песни Не Нес, Но Благо Удрал От Добрынюшки Пес. Ой, Лада, Ой, Ладушки, Лада, А змей Под Днепру Растилаясь Плывет И Смехом Преследуя Гада, По нем Улюлюкает Русский Народ, Чай Песни Теперь Уже Нам Не Споет. Ой, Лада, Ой, Ладушки, Лада, Смеется Владимир, Вишь, Выдумал Нам, Каким Угрожать Он Позором, Чтоб Мы От Тугарина Приняли Срам, Чтоб Спины Подставили Мы Батагам, Чтоб Мы Повернулись К Обдорам, Нет, Шутишь, Живет Наша Русская Русь, Татарской Нам Руси Не Надо, Солгал Он, Солгал, Перелетный Он Гусь, За честь Нашей Родины Я Не Боюсь, Ой, Лада, Ой, Ладушки, Лада, А если Б Над Нею Беда И Стряслась, Потомки Беду Перемогут, Бывает, Примолвил Свет Солнышко Князь, Неволя Заставит Пройти Через Грязь, Купаться В ней Свиньи Лишь Лишь Могут Подайте Мне Чару Большую Мою Ту Чару Добытую Сечи Добытую С ханом Хазарским В бою За русский Обычай До дна Ее Пью За древнее Русское Вечер За вольный За честный Славянский Народ За колокол Пью Новограда И если Он даже И в прах Упадет Пусть звон Его в сердце Потомков Живет Ой Лада Ой Ладушки Лада Я пью За варягов За дедов Лихих Кем Русская Сила Подъята Кем Славен Ножки Кем Грек Приутих За синее Море Которое Их Шумя Принесло От заката И выпил Владимир И разом Кругом Как плеск Лебединого Стада Как летом Из тучи Ударивший Гром Народ Отвечает За князя Мы пьем Ой Лада Ой Ладушки Лада Да Правит По-русски Он Русский Народ А хана Нам Даром Не надо И если Настанет Година Невзгод Мы верим Что Русь Их победно Пройдет Ой Лада Ой Ладушки Лада Пирует Далека Разлук Знаю И отдых Спокойный В счастливом Краю Бенгальские Розы Свет Южных Лучей Степные Обозы Полет Журавлей И грозный Шум Сечи И шепот Струи И тихие Речи Маруся Твои Дорогие друзья Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Делитесь Пишите свои комментарии Пожелания Возможно Озвучивание Ваших произведений С уважением К вам Павел Беселин Алексей Толстой Илья Муромец Читает Павел Беселин Под броней С простым набором Хлеба куз жуя В жаркий полдень Едет бором Дедушка Илья Едет бором Только слышно Как брецает бронь Топчет папоротник пышный Богатырский конь И ворщит Илья сердито Ну Владимир Что ж Посмотрю я Без элита Как ты проживешь Двор мне Княже Твой Не дива Не перов Держусь Я мужик Не прихотливый Был бы Хлеба куз Но обнес Меня ты чарой В очередь Мою Так шагай же Мой чубарой Уноси Илью Вновь Изведаю я Старой Волюшку Мою Ну Же Ну Шагай Чубарой Уноси Илью И старик Лицом Суровым Просветлел Опять По нутру Ему Здоровым Воздухом Дышать Снова Веет В воле Дикой На него Простор И смолой И земляникой Пахнет Темный Бор К твоим Царица Я ногам К твоим Царица Я ногам Несу И радость И печали Мечты Что сердца Волновали Веселье С грустью Пополам Припомни день Когда ты Долу Склонясь Задумчивой Главой Внимала Русскому Глаголу Своей Русскою Душой Я мыслил Песни Те слагая Они неведомо Замрут Но ты Долаем Облагая Свою защиту И приют Встречай Жив солнце И в лазури Царица Радостные Дни И нас Певцов Вгоди Думбуре В своих Молитвах Помяни Как здесь Хорошо И приятно Как здесь Хорошо И приятно Как запах Дерев Я люблю Оречника Лист Ароматный Тебе Я в тени Настелю Я там У подножия Аула Тебе Шелковицы Нарву А лошадь И бурого Мула Мы пустим В густую Траву Ты здесь У фонтана Приляжешь Пока Не минуется Зной Ты мне Улыбнешься И скажешь Что ты Не устала Со мной Лето 1856 Года Молитвах